Приветствую всех, кто заглянул на мой канал. Спасибо тем, кто подписывается, оставляет свои комментарии, ставят лайки. Зрители уже спрашивают, где же Афиночка? Не знаешь, когда, в какой момент ставить шорты? Так, примерно три обзора в день выходит. Ну, думаю, надо совместить приятное с полезным. Сделать обзор, ну, заранее сняв, конечно, Афиночку. Итак, начинаем обзор. Вот люди такие интересные, они задаются вопросом, ну, откуда у Ольги и Сафара деньги? Ведь они не работают ни один, ни второй. Ну, как не работают, если они ведут YouTube-канал? Неужели еще есть люди, которые не знают, что за это YouTube платит деньги? Они стабильно каждый день зарабатывают определенную сумму, и, кстати, очень немалую. К тому же, они еще выкладывают ролики на других каналах, и, соответственно, там тоже зарабатывают деньги. Так что денег у них более чем достаточно. Поэтому переживать и задаваться вопросом, а где же они берут эти деньги? Ну, не стоит. Они берут там, где их им платят. В конкретном случае с YouTube. Это 100% гарантированно. Итак, смотрю я им прям на месте, но не сидится. Вначале поехали, выбрали для своей кошечки одежку. Каждый день они возят ее к ветеринару, а кошечке простывать нельзя. У нее онкология, поэтому ей нужно какую-то тепленькую одежку. Поехали, выбрали. Ну, такой, знаете, прикольный комбинезончик. Вот, кстати, в этом плюс города. Товары для домашних животных вообще в широком ассортименте. Зашли в магазин и сразу же выбрали подходящий комбинезон. Там их висела целая куча. У нас кошку в комбинезоне днем с огнем не сыщешь. Я смотрю на соседских кошек. Вот, честно, жалко. Вот уже сейчас начинается у нас холода. Они, бедолаги, вокруг трубы усаживаются. Вот они топят, прогревают дом. И вот кошки облепливают вот эту трубу для того, чтобы им, ну, хоть как-то согреться. Но это в солнечный день. Где они прячутся, когда непогода? Там дождь, потом же метель начнется. Где они будут находить себе какое-то местечко, пригреться? Честно, я даже не знаю. Ну, как-то где-то находят, как-то же выживают. Ну, по крайней мере, кормят. Кошки не ходят такие, скажем так. Бывают такие, что замученные, худющие. Нет. Кошки сытые, откормленные. Видно, что... Может быть, в принципе, кошки-то попроще найти, чем собаки. Она может там куда угодно залезть. Где-то на любой чердак забьется. Может быть, там сено где-то у кого-то. Ну, я думаю, что находят возможность. Итак, далее они поехали в сад, чтобы убрать то, что они не убрали на зиму. Ну, например, там качели. Я вообще удивляюсь тому, что у них все раскрыто. Гуляй поле. Вообще никакого забора, ничего нет. Все абсолютно вот так вот, ну, фактически стоит на улице. И никто ничего не ворует. Видимо, они живут по соседству. И такие, как баба Таня, там рядом не находятся. Иначе и кур, и качель. Да что там про это говорить? Ржавого гвоздя не нашли бы. Потому что тащили ведь все, что плохо лежало. И на огороде все, что они выращивают, тоже повыдергивали бы. Знали бы, что они уезжают на ночь. Поэтому никого там нет. Зашли, надергали себе все, что им нужно. И отторобанили бы домой. Ну, а там, я так понимаю, люди живут приличные. Никто ничего не трогает. Может быть, даже и приглядывают, чтобы кто-то залетный не зашел и ничего не сбондил. Итак, убирали. Ну, это громко сказано. Убирал, конечно, сафар. А в это время Оленька лясы точила. Она ведь заниматься такими делами не может. Вот потрепаться это запросто. А трындеть, как говорится, кто понял, тот понял, не мешки же ворочить. Да еще и тема какая была увлекательная. Она общалась с тетей. Говорит, тетя смотрит наш канал, читает комментарии. И в ужасе, что там про нас пишут? Тетя спрашивает, Оля, как же ты все это читаешь и терпишь? Ведь люди нагло врут. Ну, вот такого мнения ее тетушка о комментариях. А Оля ей на это ответила. Ну, прям, знаете, такая смиренная, святая Ольга. Нет смысла что-либо доказывать тете. Ага. Каждый ролик она поднимает тот или иной вопрос. И, конечно же, отвечает на него. Да еще и в развернутом виде. Это та, которая считает, что нет смысла доказывать и отвечать. Она же еще ни разу не промолчала. А тут перед тетей. Ну, что сделаешь, тетя? Ну, вот пишут. Пусть пишут. Вы же все нас знаете. Так что это самое главное. А они нас не знают, поэтому и пишут всякую ерунду. Но пусть пишут. Пусть. Потом она пришла и стала руководить сафаром. Что еще нужно, куда убрать, куда именно это убрать? Без контроля и ее чуткого руководства? Ну, никак. А что, все закономерно. Не умеешь работать? Тогда руководи. Начальник в семье должен быть кто-то одна. И это не сафар. Ну, и также они приехали, конечно, посмотреть на курочек. У них же там видолаги курочки. А уже похолодало мороз. Кто-то из зрителей писал. Да, у них куры уже давно погибли. А если они и покажут сейчас кур, это у них уже новые куры. Да, нет. Куры те же самые. Это только кажется, что они одинаковые. Отличить-то их все равно можно. Особенно у них петушок приметный. Ольга тогда очень тщательно его показывала, расписывала. Вот посмотрите, какие у него перышки тут. Какой у него радужный хвостик. Петушок, в общем, тот же самый. О, когда они ездили, покупали комбинезон для кошки, надо было посмотреть еще и для курочек. Мало ли, а вдруг уже придумали и такие есть продажи. Кстати, это была бы тема в их ситуации. Я обратила внимание, что они так много насыпали зерна куром. Вообще-то это правильно. Корма должно быть в достатке. Когда птица сытая, холод не так ощущает. Да вообще, в принципе, не то, что птица. И человек, когда сытый, и животное, когда сытая, холод переносится легче. Я помню, в детстве у нас была курица, которая вообще не хотела ночевать в сарае. Как вечер, залетит на дерево. В любую погоду ночует там. Но у нас и морозов-то сильных не бывает. Минус 15. Ну, это прям, это прям суровая зима. У нас как-то несколько дней было минус 25. Так у нас все. У нас все остановилось. Школы закрылись. На улицах людей вообще практически не было. Рынки, базар. Ну, фактически ничего не работало. Потому что, ну, такое, это ЧП. Действительно, ЧП. Оля уверенно заявляла, что еще вот немножко, несколько дней холодов-морозов, а потом пойдет на потепление. Что-то я смотрю, эти прогнозы не сбываются. Снег упорно не тает. Она говорит, да, сейчас вот подождите пару дней, температура поднимется на улице, станет тепло. Снег весь растает. Этот снег лежать не будет. Значит, я почему-то думала, ну, что как у нас. Первый снег выпадает, на следующий день все, к обеду. Там даже крупинки снега не найдешь. Он уже тает. А здесь снег как лежал, так и лежит. Да и лица, я смотрю, у них замерзшие, покрасневшие. Значит, не так уж и тепло. Но, по крайней мере, в этой теплице они посмотрели, вода не замерзла. Но это они, так сказали. Насколько это соответствует действительности, я не знаю. Но курочки ходили, вроде бы так чувствовали себя достаточно бодренько. Слишком тепло курам тоже нехорошо. Все-таки там должна быть какая-то определенная температура. И не сказать, что им там нужно жара-жара. Иначе там заведется и вши, и все что угодно. Им еще туда, кстати, бы золы бы насыпали, чтобы куры купались. Песок, золу, что-то еще нужно. А я смотрю, у них там, по-моему, ничего такого нет. А надо бы насыпать. Иначе вши запросто заедят. Далее. Перед тем, как заехать на квартиру, они поехали в магазин. Им нужно было купить гардину в спальню. Кстати, гарнитуры они уже поставили. Когда зашли в квартиру, Оля тут же бегом подбежала к кровати, плюхнулась на нее и развалилась в позе звезды. И прям раз, и растеклась по этой кровати. А кровать-то уехонькая для тру-ля-ля и тру-ля-ля. Они оба пухленькие. Оля, так вообще. А кроватка-то на метр девяносто. Ну, не было на метр восемьдесят, говорит Ольга, когда мы покупали. Так можно было подождать, когда привезут гарнитур с кроватью побольше. Говорит, ну, это не существенно 20 сантиметров. Ну, вообще-то существенно. В данном случае так подавно, существенно. Оля говорит, ничего, мы поместимся. Сафар худенький. Это она по сравнению с собой так считает? Ну, если так, то да. А, в принципе, под девяносто он весит. И это худенький. А сколько она весит? Когда-нибудь озвучивалась ее устами эта цифра? Наверное, раза два по девяносто или все-таки меньше? Или больше? Не знаю, вот я, по крайней мере, от нее ни разу не слышала, чтобы она говорила, сколько же она конкретно весит. Вот про сафара запросто. Да ты уже точно под девяносто. А пришел-то к ней, когда только стали жить, пришел худенький. Теперь бомбится, как на дрожжах. Если дальше так пойдет, очень скоро им придется покупать еще одну такую же кровать. Иначе они на ней не поместятся. Да им и сейчас будет сложно. Ну, если только сафар не забьется в какой-нибудь щель. И все равно я удивляюсь этим людям. Они продолжают накидываться едой. Булки, макароны, газированные напитки, пироги, варенички, пельмешки, манты, самса. Все такое мучное, все такое калорийное. Он замечает, что он активно набирает вес, но он вообще не обращает на это внимания. Не знаю, может быть, он хочет жену догнать и сравняться с нею. А тогда в работниках кто будет? Абдугани? Ну, сами-то они работать не смогут. Вот он пусть посмотрит на Ольгу. Она же ничего не может сделать. Она может только пальцем указывать. Это сюда, это туда и все. Быстро шуршите и исполняйте. Интересно, они осознают всю опасность своего положения? Или еда затуманила разум? Мозги заплыли жиром? Судя по всему, нет, не осознают. Потому что же все равно продолжают есть и есть чрезмерно. Зашли в комнату Абдугани. Оля показала тюль и опять стала доказывать. Ну, посмотрите, тюль красивый. Очень подходит в эту комнату. Но самое главное, это был выбор ребенка. Видимо, продолжается поток комментариев, что тюль выбран из рук вон плохо, неправильно, не подходит. И она давит на то, что ну поймите, примите, это выбор ребенка. Потом сидела с Сафаром и рассуждала по поводу аквариума. В общем, от аквариума нужно избавляться. А что, этот выбор ребенка уважать уже не нужно? Он же хотел рыбок. Но если она идет у него на поводу, по любому поводу, воспринимая это как желание ребенка, значит, надо ему все позволить. Значит, надо разрешить и рыба. Какие-то двойные стандарты. Тюль разрешу, ну потому что нравится он ей. А кресло, качалку и аквариум нет. Потому что ей эти вещи не нужны в квартире. Сафар пошел убирать на балконе, вымыл окна, пока Оля сидела в спальне и в тысячный раз рассказывала, как по окончанию ремонта они будут, наверное, вызывать клининговую компанию. Но вряд ли им это нужно, потому что они же сами вот потихонечку комната за комнатой убирают сами. Вот мне нравится, когда она использует местоимение «мы». В то время как к ней это не имеет никакого отношения. Мы сделаем, мы помоем, мы протрем. На самом деле она же ничего этого делать не будет. Она элементарно даже не стала примерять кошке комбинезон, который купили. Они когда вернулись домой, она взяла Дуню на руки, посюсюкала с ней, все. Дальше Сафар стал надевать ей комбинезончик. Ну Дуня, конечно, в комбинезончике это прелесть прелестно. Но сидит, бедолага, как каменное извояние. Все-таки животных с детства надо приучать к одежкам. Они же вообще не любят носить одежду. Ну не для них это все. Несвойственно носить что-то еще на себе. Шубка же такая теплая есть. Я вот несколько раз пыталась собаке, ну в щенячьем возрасте были там, валялись где-то маленькие такие детские платьица. И вот надевала собачки, она в нем ходила как деревянная. Будто у нее не ноги, а ходули. А если приучать животное, ну они с удовольствием будут носить и не только комбинезоны. Ведь еще же есть и специальная обувь. Всякие там резиночки, заколочки, ободочки. Ну ко всему нужно приучать. Смешно, конечно, животные выглядят в одежде. Абдугани, наверное, такого у себя в ауле не видел. Как он смеялся. Ну они все смеялись. Ну Абдугани, ну вообще было смешно смотреть на кошку вот в этом комбинезончике. Ну естественно, кто бы там покупал кошке курточки? Да нет, конечно, никто. Вообще непривычно было наблюдать мне, как Сафар носится с этой кошкой. Он же каждый день возит ее к врачу. Даже высказал зрителям, вот вы нам говорили, бросьте кошку, дайте ей умереть. Нет, мы еще за нее поборемся. Вот видите, мы ходим, она получает необходимое лечение и продолжает жить. Мы будем за нее бороться. Ну тут прям, конечно, мне это приятно было слышать и радостно было слышать. И вот он так, знаете, так видно, что он к ней трепетно к этой кошке относится. И вот костюмчик он примерил. Да и вообще вот ходит и все ее на руках таскает. Ой, как ее удобно брать. Ну и вот плюс еще и к врачу же, как я уже сказала, возит. Ну, в этом случае, конечно, молодец. Ну, по крайней мере, кошке у них вот такое вот отношение. Вот таким вот был мой обзор. На этом я буду его заканчивать. Всем спасибо за просмотр. Надолго не прощаюсь с вами. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok